В данном уроке я расскажу, как работать с аддонами в Blender, покажу, как их активировать и покажу несколько примеров работы различных аддонов. Итак, переходите в настройки Blender. Здесь у нас присутствует вкладка «Аддоны», вот я уже на ней. И здесь у нас находится поиск. Введя название аддона, сюда мы можем его быстро найти. Также здесь есть уровень поддержки данного аддона, есть официальные, поддерживаемые сообществом и в стадии тестирования. Здесь видим название аддона и справа есть иконки, видите, вот человечек бегущий и иконка Blender. То есть официальные аддоны помечены вот таким значком с иконкой и аддоны сообщества следующим. Вы здесь ничего не изменяете, пускай у вас по умолчанию будет выбрано два данных пункта. Аддоны, которые находятся в стадии тестирования, сейчас, как вы видите, по умолчанию отсутствуют. Мы сейчас здесь выбираем уровень поддержки, а здесь, видите, категория. Сейчас выбрана первая, а здесь присутствуют все аддоны. И теперь давайте пройдемся по категориям, и я как раз расскажу, как с ними работать. Сейчас, как вы видите, у меня уже отмечен один аддон Screencast Case. Находится он вот здесь, если вызвать с помощью N панель свойств. Вот в самом низу находится меню Screencast Case. Это я его включил, и таким образом вы видите, какие кнопки я нажимаю. Я могу его остановить. Все, теперь данное дополнение не работает. Вот один из первых примеров реализации аддона. То есть, включив данное дополнение, я могу выводить на экран те кнопки, которые я нажимаю. Давайте рассмотрим еще. Выберем категорию Add Mesh, например. Сейчас, смотрите, я нажимаю Shift плюс A, первый пункт Menu Mesh. Вот здесь присутствует такое количество объектов. Это базовые стандартные объекты. Все остальное, более сложное, вам приходится моделировать вручную. Но если вы активируете аддон Add Mesh Extra Objects, активируются они, отмечая галочку здесь. Все, вы его включили, вы можете даже свернуть данное окно. И вот я перехожу в меню Add Mesh, появляется новый пункт Extra Objects. И здесь, вот, например, чайник. Я могу сразу же добавить в сцену вот такой объект. Вот список всех объектов вы здесь можете посмотреть. Вот, диамант и так далее. То есть данный аддон позволяет добавлять вам какие-то относительно простые новые объекты в Blender. Если развернуть данное меню, здесь первой строкой идет его краткое описание, вот что он делает. Потом идет Location, это как находить аддон. Потому что я вот сейчас его активировал, я сразу знал, что если нажать Shift-A, то данный пункт будет там присутствовать. Когда вы впервые активируете какое-то дополнение, смотрите расположение. То есть окно 3D-лида, пункт Add, меню Mesh, Extra Objects. Вот окно 3D-лида, Add, Mesh, Extra Objects. И вот результат работы данного дополнения. И так с каждым аддоном. Далее идет папка, где располагается сам скрипт аддона. Автор, версия и две ссылочки. Сообщите о какой-то ошибке, если вы ее заметили. Либо официальная страница аддона. Все они на английском языке. И там, как правило, минимум информации. Но если аддон какой-то более-менее сложный, где много функций, то там может быть описание, где расписано, что какая кнопка делает. Давайте перейдем в категорию 3D-View. Вот есть интересный еще аддон Dynamics Spacebar Menu. Сейчас, если в окне 3D-лида нажимать просто пробел, то у вас появляется поиск, куда вы можете ввести название какой-то функции. Или там просто слово, вот я пишу Edge. И вот появляется Add, Edge, Mark и так далее. То есть это быстрый поиск по функциям блендера. Если мы активируем аддон Dynamics Spacebar Menu, вот написано, где он находится, 3D-View Spacebar Key. Мы нажимаем пробел. И видим, первой строкой идет старое меню поиска. Если его выбрать, появляется то же самое, как мы нажимали без аддона. А далее пошли, смотрите, дополнительное меню. Добавить объект. Здесь присутствует также предыдущий аддон, который мы активировали. Все возможные трансформации, работа с 3D-курсором, модификаторы. То есть вы быстро можете применить, например, к чайнику через пробел. Вот. Add Modifier. Subdivision Surface. Все. И не нужно переходить на вкладку модификаторов и выбирать его здесь. То есть вот такое вспомогательное меню. Также Delete Object. То есть выбрали какой-то объект, пробел, Delete. Ну, это, конечно, не сильно удобно. Можно и X нажать, но просто как пример. И вот у вас появляется дополнительное меню при нажатии пробела. Также здесь вот System. Есть аддон. Информация о сцене. Отмечаем его расположение. Properties. Сцена. И меню вот. Blend Info. Я уже нахожусь как раз на вкладке сцены. И здесь оно сейчас в самом низу. Можно переместить его повыше. И таким образом мы переходим сюда. Мы видим, у нас в сцене сейчас 4 объекта. Из них 2 меша. Вот они, куб и чайник. Одна камера. Вот. Лампа. Все. Также по поводу материалов. У нас есть один материал. Это материал по умолчанию. Он всегда присутствует в Blender. Стандартный. И так далее. То есть количество текстур. То есть вы сразу же можете с помощью данного аддона видеть сколько у вас чего. Это такая, скажем, упрощенная версия окна Outliner. Ну и так далее. То есть, как вы видите, с помощью данных дополнений можно значительно расширить возможности Blender. В каких-то местах появляются новые функции. Другие аддоны просто упрощают доступ к старым. И так далее. Аддонов здесь, ну, скажем так, достаточно. Они постоянно добавляются, появляются новые версии, новые функции. Вот аддон EVGEN. Он создан для генерации плюща. У меня есть даже урок на сайте, где с помощью данного аддона создаются очень реалистичные работы. Ну и так далее. То есть я показал вам вот парочку примеров. То есть самое главное, вы разворачиваете аддон, смотрите, что он делает и где он находится. Первых двух строк, в принципе, достаточно. И также вот забыл еще сказать. Видите, да, вот есть аддон, например. И здесь есть вот такая иконка восклицательного знака. Это означает, что в аддоне обнаружены какие-то баги, какие-то недочеты. И вот видите, здесь появляется дополнительное меню предупреждения, где описано, в чем проблема. Вот здесь написано, скрипт нужно исправить. То есть какие-то проблемы со скриптом. Таких восклицательных знаков здесь около 10, может чуть больше. То есть если вы используете аддон, вот, например, Network Render для рендеринга по сети, должны иметь в виду, что вот такие проблемы могут быть. То есть видите, написано, аддон стабильный, но все еще в работе. То есть есть над чем работать, что улучшать. Ну вот, собственно, и все. То есть по всем иконкам, по всем пунктам рассказал. То есть находите нужный вам аддон, активируете его. А также еще в интернете вы можете найти массу новых, либо уже существующих аддонов, но которые не включены в официальную сборку. Их необходимо дополнительно устанавливать в Blender. Делается это очень легко. И вот сейчас в следующем уроке я вам как раз расскажу, как устанавливать свои, либо чужие аддоны в Blender. Продолжение следует...